Есть такая шутка, которая совсем не шутка, и мы ее произносим следующим образом. Незнание маркетинг-плана освобождает от денег. Это раз. И есть еще такая фишка, что мы можем сколько угодно говорить о том, что мы приходим в сетевой маркетинг не ради денег, но мы с вами точно приходим сюда не для того, чтобы бороться с пепостью, с болью в пояснице, с пятнами на тряпках, с пылью на полу. Однозначно первое, ради чего любой человек приходит в ЛМ-компанию, это зарабатывать деньги. То есть даже когда человек еще не понимает, как это делается, даже когда он не понимает, что ему нужно будет делать, с кем ему нужно будет делать, все равно первая мысль, по которой он принимает решение прийти в ЛМ-компанию, это заработать денег. И почему же так происходит, что только 15% из всех людей, которые занимаются сетевым маркетингом или которые имеют какое-то отношение к сетевым компаниям, только 15% из всех людей реально зарабатывают какие-то деньги, а вот остальные 80%, 85% их не зарабатывают. Почему? Ну, самая первая причина, что нет понимания, каким образом все-таки происходят начисления, каким образом эти деньги можно заработать, а самое главное, нет вот этого видения. То есть когда, если бы люди, если бы большинство людей понимали вот такую вот простую вещь, одни предложения мне не объяснить, но вот осмотрим с вами вот такую ситуацию. Допустим, я, ну, допустим, а я педагог, я учитель математики. И чего зависит зарплата учителя математики? Ну, во-первых, это нужно иметь определенное количество часов в день, в неделю, в месяц. Это нужно иметь платное руководство, это нужно иметь ответственность за какой-то кабинет конкретный. Это ежедневная, ну, коли я учитель математики, это ежедневная проверка домашних заданий, это ежедневная проверка педагоги, это самостоятельные работы, это контрольные работы. И как меняется зарплата учителя? Ну, с момента его первого урока, так скажем, когда он только окончил высшее учебное заведение и в течение времени. То есть меняется квалификация, квалификационная категория, и, соответственно, по мере возрастания стажа меняется заработная плата. Ну, как сильно она меняется? Допустим, если я сейчас спрошу какого-нибудь педагога, у нас, кстати, есть педагоги? Есть у нас в чате педагоги? Если есть, напишите, что такие есть. Ну, зарплата педагога, наоборот, я знаю, на сегодняшний день может быть даже порядка около 50-60 тысяч. Но туда входит прям вот максимальный-макимальный пакет, то есть входит туда куча часов и проектов, и проектов, и проектов на сети. То есть никакого личного времени. И самое главное, что больше этих 60-50 тысяч учителем никогда не заработать. Но учитель мог бы попробовать взять еще какие-нибудь дополнительные часы. Ну, сейчас очень модное, без антонного образования, да. Но тем не менее у учителя математики, я думаю, что времени на то, что дополнительно с кем-то заниматься, остается совсем мало. То есть приходится делать выбор между семьей и между дополнительными какими-то средствами. Так вот, что нужно понимать, что когда вы входите в МЛМ-компанию, то до уровня 60 тысяч рублей вы можете выйти уже в ближайшие три месяца. На это не нужно тратить бои. Если учитель без стажа, он заработать 60 тысяч, не может ни через месяц, ни через два, ни через три, то есть на это он должен потратить как минимум года три, и только через три года его заклады будут каким-то образом меняться. То сетевой компанией вы уже через три месяца можете выйти на уровень дохода, вот этот вот, так скажем, на средний уровень дохода. А уже через три года вы можете его удвоить, даже утроить. Вот если бы люди это понимали, они бы не тратили такую кучу времени на то, чтобы работать, ну как мы говорим, как говорите о сайте, чтобы работать в найме или чтобы работать на дядю, да. И я думаю, что основной ответ в том, что почему люди в сетевых компаниях не зарабатывают, он кроется в том, что они не видят перспектив, у них нет вот такого четкого видения, у них нет понимания, что за короткий срок, за короткий временной срок они могут выйти на те доходы, на которые в найме большинство людей, да не большинство, а практически никто и никогда не выйдет. Очень мало таких предприятий, ну чаще всего это коммерческие предприятия, которые платили бы ежемесячно более ста тысяч. То есть государственные предприятия точно таких денег не платят. Но что значит сто тысяч по маркетинг-плану компании САК, это всего лишь на все квалификации бронзового директора. Вот об этом мы сейчас с вами будем говорить. Итак, нужно понимать, что маркетинг-план это правила или свод правил, которые определяют схему начисления бонусов дистрибьюторам компании. То есть это существуют определенные правила и определенные формулы, которые позволяют нам самостоятельно вычислить, каким образом будет меняться наша заработная плата по мере нашего роста по карьерной лестнице. Для чего нужен маркетинг-план? Это нам кажется, что маркетинг-план придумали для того, чтобы мы считали свои бонусы. На самом деле маркетинг-план компании это инструмент, который определяет стратегию продвижения товаров и услуг на рынке. И знание основ и деталей маркетинг-плана позволяет каждому НЛМ-партнеру эффективно составлять план действий на ближайшее время, а также на долгосрок. Поэтому понимать, сможем ли мы с помощью инструмента, принадлежащего конкретно в какой-то компании, осуществить свои какие-то цели. Но для того, чтобы уже конкретно делать какие-то вычисления и говорить о каких-то цифрах, давайте с вами выведем некоторые термины, которые необходимо знать. Прежде чем мы начнем, я хотела бы узнать, есть ли тут люди и как они нас нужны. Отлично. Значит, основные термины, которые нам необходимо знать. Маркетинг-план вообще зависит от двух факторов. Он зависит от личной активности и от структурного объема. Так вот, что такое личная активность? Это обязательная для начисления ежемесячных вознаграждений личная деятельность партнера, направленная на рост пара обороны компании. Это если говорить сложно, а если говорить просто, то мы с вами каждый что-то должны вместе сделать для того, чтобы показать компании, что мы помогаем компании продавать продукцию. Значит, что мы с вами можем сделать? Первое, это мы с вами можем приобретать для себя что-то, потому что в первую очередь мы с вами победители. Ну и второе, это мы должны кого-то приглашать, то есть мы должны делиться своими впечатлениями и на основе того, насколько мы это эффективно, качественно и искренне делаем, к нам присоединяются новые люди. И за это мы тоже получаем баллы личной активности от компании. Ну а об этом чуть дальше, я думаю, что что такое личная активность, абсолютно точно все вы понимаете. Если вдруг кому-то непонятно, то напишите мне об этом. Следующий термин, который мы с вами должны знать, это квалификационный период. Это отрезок времени, который необходим для того, чтобы мы выполнили определенные условия, согласно которым нам будет присвоена квалификация. И от этой квалификации в дальнейшем будет зависеть схема начисления комиссионных. Так вот, квалификационный период составляет два месяца. Два календарных месяца, и это очень круто, я считаю, потому что большинство компаний, особенно таких компаний мамок, да, они стали хитрить где-то, наверное, на этапе, ну вот где-то 10 лет назад появилась, в сетевой компании появился такой термин, как 13-я зарплата. Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы увеличить балловую нагрузку на консультантов. Понятно, что за три недели невозможно выполнить, практически невозможно выполнить тот же самый объем, который раньше дистрибьюторы делали за четыре недели, и поэтому очень многие слетели с квалификации, а это позволило компании сэкономить определенные средства, и, ну, какое-то время, возможно, компания обошлась без повышения цели на продукт, например. Ну, я считаю, что это для компании вообще идеальное было решение, но и самое идеальное для партнера. Так вот, компания САК нам дает такую замечательную возможность, мы с вами квалификацию можем закрывать в течение двух месяцев. С одной стороны, это здорово, но с другой стороны, такой некий элемент халявы, но пусть будет, потому что это делает маркетинг-план компании САК уникальным на рынке, потому что пока я еще не встречала ни одной компании, которая бы тоже ввела вот такое вот лояльное условие своих партнеров. Не нужно путать квалификационный период с отчетным периодом. Что такое отчетный период? Это каждый месяц мы с вами подаем отчет по итогам на каждого партнера с его личной активностью. Вот тут и возникает вопрос, да, некоторые почему-то путают квалификационный период с отчетным, и очень часто дают такой вопрос, а нужно ли каждый месяц выполнять личную активность, если наш квалификационный период длится два месяца, может быть, там только один раз в два месяца можно выполнить эту активность. Так вот, согласно условиям маркетинг-плана РСАК, если мы хотим с вами получать ежемесячный бонус, если мы хотим с вами ежемесячно получать нашу зарплату, то и личная активность, нами выполняемая, тоже должна быть ежемесячной. Структурный товарооборот, ну это второй элемент, который зависит от выплаты. Структурный товарооборот, это общий товарооборот структуры, с суммой в денежном, либо в баллуме в валенте может исчисляться поступившая компания за оформление партнерами структуры заказа продукта компании в течение либо квалификационного, либо отчетного периода. То есть, у нас с вами за определенный срок образовалась некоторая структура партнеров. Это количество людей со временем увеличивается, увеличивается и увеличивается. И было бы замечательно, если бы каждый из тех, кому с вами привели компанию, прям ежемесячно приобретал себе продукцию, но такого практики не бывает. Так скажем по-честному, да? Сумма покупок вашими партнерами структуры. Вот каждый человек в вашей структуре что-то купил. И общая сумма вот этих покупок, это и есть структурный товарооборот. Что такое уровень? Когда мы с вами пригласили человека, своего партнера, то схематически это выглядит таким образом. В самом верху находитесь вы, и каждый человек, которого вы приглашаете в структуру, он располагается относительно вас на каком-то уровне. Если этого партнера пригласили вы лично, то такой партнер считается партнером первой линии. То есть, каждый лично приглашенный вами – это партнер первой линии. Или первого уровня, говорят. Когда ваши уже личники приглашают своих личников по отношению к вам, это будут партнеры второго уровня или второй линии. И так далее, и так далее, и так далее. У нас с вами количество уровней не ограничено. И чуть позже мы с вами узнаем, почему. Следующий термин – это ширина. Ширина – это количество дистрибьюторов, расположенных относительно спонсора на одном уровне. То есть, это количество людей на любом уровне относительно вас. И оно так же, как и количество уровней, ширина так же может быть бесконечной. Но здесь можно больше сказать, что ширина… Как определить вот ширину? Какая у меня ширина? Ширина у меня на всех уровнях будет разная. Допустим, на первом уровне у меня 16 человек. На втором уровне их уже гораздо больше. И наркетинг-план предполагает, что на каждом нижнем уровне партнеров при активной работе всех наших дистрибьюторов будет больше, чем на предыдущем. Глубина – это количество дистрибьюторов, расположенных относительно спонсора, на уровнях по вертикали. Значит, глубину как рассчитать? Для этого мы с вами смотрим… Сначала мы смотрим на партнеров первой линии. И те люди, у кого есть структуры, то мы смотрим… Вот в этих структурах ищем самого ниже лежащего партнера. То есть, вот кто будет в активных структурах, в самой-самой-самой глубине от вас, вот такая у вас будет глубина. То есть, на сегодняшний день моя глубина составляет… То есть, моя глубина на сегодняшний день 10 уровней глубины, 10 уровней. Так, ну, про партнеров первого уровня мы уже сказали. Я так понимаю, что мне нужно немножко порядок именить. Так, партнеры первого уровня, еще раз напомню, что это те, кого мы приглашаем лично. Лидерская группа. Вот нужно понимать, что такое лидерская группа. Это… Лидерская группа имеет смысл тогда, когда вы сами уже стали лидером. И под вами вырастает первый лидер. Вот тогда речь уже пойдет о существовании вашей структуры лидерской группы. Вот этот лидер, он может быть как на первом уровне, так и на втором, так и на третьем. То есть, это не играет никакой роли. Главное, что это будет первая лидерская группа, которую мы называем отношедшей, либо отделившейся по причине того, что человек, который создал эту группу, тоже стал лидером. И вот особенность маркетинга в плане Ирсак заключается в том, что, например, в компании, скивой компании на букву А, как только вырастает лидер, 21%, его отделяют от структуры того человека, который его вырастил навсегда, и он переходит в компанию. То есть, его в дальнейшем струет компания. Так вот, у нас в компании Ирсак, несмотря на то, что группа это также отделяется, отпочковывается, либо отходит, она остается вашей, она всегда остается вашей, и она, за работу с ней компания вам будет выплачивать дополнительный лидерский бонус. Дальше, следующий термин – это группа лидера первого поколения. Вот это я говорила про то, что неважно, на каком уровне находится ваш лидер, но ближайший по уровню человек, который закрыл квалификацию лидера, он будет считаться по отношению к вам лидером первого поколения. Даже если он находится на втором уровне. То есть, нужно не путать эти понятия, есть поколение, а есть уровень. Ну, например, я могу сделать, провести аналогию с собой. Вот я лидер, и в первой линии у меня лидер закрыл Вячеслав. И при этом вся структура Вячеслава стала называться группой лидера первого поколения. Не первого уровня. Даже если между мной и Вячеславом кто-то бы стоял, условно назовем прокладка, то есть человек, который не закрыл лидерский ранг, но под ним бы закрыл лидерский ранг Вячеслав. Даже при таком раскладе Вячеслав назывался группой лидера первого поколения. Вот это такой очень сложный, наверное, и один из самых сложных моментов в маркетинге в плане, но понять его в принципе можно. То есть, это не из ряда совсем неизучаемого и совсем непонимаемого. Под Вячеславом через какое-то время закрывает лидера следующий партнер Андрей. И получается такая как бы матрешка. То есть я лидер, подо мной лидер Вячеслав, под Вячеславом лидер Андрей. Вот Андрей по отношению ко мне является лидером второго поколения. И вся его группа называется по отношению ко мне группой лидеров второго поколения. Для того, чтобы появился лидер третьего поколения, этот лидер может появиться только под лидером второго поколения. То есть под Андреем есть Валентина, и Валентина тоже уже закрыла лидера. И в моей структуре уже есть такой лидер третьего поколения. И вся группа Валентины по отношению ко мне считается группой лидера третьего поколения. По отношению к Андрею группа лидера первого поколения. По отношению к Вячеславу группа лидера второго поколения. То есть вот здесь я хотела бы, вот этот момент, чтобы вы понимали. Поэтому если кто-то вдруг не понял, либо поднимите руку, не знаю, как я его вижу, либо сажите голосом. Вообще очень хороший слайд есть по группам лидеров поколения у Наташи Грошиной в презентации. Там прям вот человечек стоит, и видно, что этот человечек у меня один, что за ней там целая команда. И где он расположен, тоже у нее на слайде есть. Так, что такое балл? Балл – это внутренний курс на парни, который определяется курсом валют. На сегодня он составляет 925 рублей на вход и 712 рублей на выход. То есть вот иногда люди не понимают, что значит на вход, что значит на выход и почему эти цифры разные. Ну, во-первых, что значит на вход? Это значит, что мы с вами привязаны к конкретным баллам. Когда мы с вами маркетинг-план осматриваем, то мы видим, что у меня личная активность у нас указана в баллах, и структурный объем у нас тоже указан в баллах. Как рассчитать эти баллы в деньгах? Так вот, если мы с вами считаем, сколько денег уходит в компанию, то мы умножаем на 925 рублей. То есть когда мы с вами делаем товарооборот 2 балла, это значит, что 2 балла мы должны умножить на 925 рублей, и мы с вами получаем активность личную 1850 рублей в рублях. Но когда мы с вами начинаем считать деньги, которые нам заплатит компания, сначала мы с вами считаем это в баллах также, да, ну, допустим, от 2 до 30 баллов нам положено 10%. Во-первых, при расчетах, вот это важно, и, по-моему, я нигде об этом не сказала, нет, вот здесь у меня написано, что расчет комиссионный с учетом вычета налога. То есть сначала вычитается налог, и затем вот от чистых цифр и сумм уже считаются все проценты, за которые нам выплачивают. Ну, например, наш товарооборот ставил 15 баллов, при 15 баллов компания нам оплачивает 15, так, 10%, 10%, и мы с вами умножаем 15 баллов на 10%, получаем 1,5 балла, и умножаем вот эти 1,5 балла уже на лицо 25 рублей, а на 712, чтобы понимать, какая сумма будет нам выплачена. Вот эта разница, это не всегда только оплата налогов. Некоторые компании вот эту разницу включают еще, ну, какие-то определенные проценты на развитие компании. Некоторые компании этого не делают, потому что они эти проценты закладывают в стоимость своего продукта. Ну, вот у нас все прозрачно, и 925, минус 13%, по-моему. Так, здесь мне подскажите, дистрибьюторская цена. Ну, я думаю, что что такое дистрибьюторская цена, это можно не объяснять. Мы с вами все являемся дистрибьюторами. Это цена для тех, кто стал партнером компании. Но здесь есть такой момент, который разъяснит все-таки нужно, что есть те люди, которые регистрируются в компанию AirSag, просто для того, чтобы быть потребителем, и их не интересует совершенно никакой карьерный рост, и ничего они, например, про маркетинг-план, в принципе, не хотят. Так вот, если мы говорим о таких партнерах, которые просто зашел в компанию AirSag для того, чтобы один раз купить там дубную пасту, то у нас с вами есть цена каталога, она же розничная цена, и дальше мы с вами будем про нее говорить. Так вот, разница между розничной ценой и дистрибьюторской составляет ровно 20%. То есть если мы с вами от розницы отнимем 20%, то мы получим с вами дистрибьюторскую цену. Но уже совсем другое дело, что когда мы с вами заходим в компанию, ну, мы вот так, в нашей команде так заведено, что мы хотели бы, чтобы все наши партнеры сразу при регистрации имели максимум возможностей, которые дает компания. То есть чтобы сразу получали подарки максимальное количество, чтобы сразу получали уже при первом заказе хорошую скидку на продукцию. Поэтому мы установили, что в нашей команде мы новичков регистрируем на 3700, ну, это порядка где-то 4 балла. То есть у нас все заходят как бизнес-партнеры. Ну, чтобы уже совсем все по правде было, да, у нас есть всего лишь два партнера, которые зашли как потребители. Но вполне осознанно. То есть прекрасно понимая, что выгоднее зайти было по-другому, люди сделали его сами. Поэтому в дальнейшем у нас с вами вот эта вот разница между розничной и дистрибьюторской ценой составляет от 20 до 53%. Это опять-таки цифры указаны без учета налога. Для того, чтобы рассчитать прибыль, если мы с вами будем говорить о прибыли, если мы с вами хотим продавать продукцию в розницу, то эта разница уже составляет не 20%, а 25%. Вот это вот математика, которую многие не понимают, почему когда от розничной цены я отнимаю 25%, вернее, 20%, я попадаю в дистрибьюторскую, но когда я в дистрибьюторской добавляю 20%, я не попадаю в розничную. Это математика. Поэтому просто вспоминайте, что разница между розницей и дистрибьютором составляет от 20 до 53%, а минимальная прибыль от продаж составляет 25%. Но у нас с вами есть такой момент, когда нам компания дарит подарков, эти подарки нам приходят практически бесплатно. Если говорить опять-таки совсем по-честному, то часть этих бесплатных подарков покрывает нам расходы за отравку продукции, за доставку продукции, а другая часть может быть нами продана, и если мы с вами хорошо умеем продавать, и если мы с вами продаем по правильной цене, по цене розницы, то мы с вами получаем 100% прибыли. То есть мы не заводили ничего, мы продаем продукции, сколько мы получили, мы получили 100% прибыль. Далее. Кто такой бизнес-партнер? Мы уже в ходе немножко, я уже поболталась, что бизнес-партнер, это партнер с личной активностью 4 балла и выше, активно осуществляет деятельность в организации и увеличение пара вару компании, то есть это не просто тот человек, который ежемесячно что-то приобретает, только лишь для себя, это тот человек, который еще активно стоит, сеть, сеть сбыта продукции компании «РСАП». Ну и потребитель – это простой дистрибьютор компании, который… Ну вот есть существенная разница. Вот это моя принципиальная позиция, и я, например, очень часто отговариваю людей от того, чтобы подписываться в компании. Почему? Потому что вот моя позиция такая, что потребителем считается дистрибьютором компании, который регулярно пользует продукции компании, и для него действует предусмотренная система лояльности. То есть в нашей компании это увеличивающаяся со временем скидка и положительная система подарков, и каждый заказ от 2 баллов. Вот человек, который увидел для себя выгоду зайти в компанию на 3700, для того, чтобы один раз получить дополнительно 3 или 4 подарка и больше никогда ничего не покупать, ну, это не потребитель компании. Это не потребитель компании, это просто покупатель, которого регистрировать не нужно было, потому что вы хотя бы, если бы он приобрел продукцию черепа, то у вас хотя бы была какая-то прибыль, ну, а так вы получили одноразовую прибыль. Я считаю, что с такими потребителями, таких потребителей нужно дорабатывать, прорабатывать, объяснять им все за и против, и в конце вашей беседы, в конце вашего предложения обязательно давать ему возможность выбора. То есть если ты готов быть потребителем, то ты должен понимать, что ты должен приносить регулярно. Ну, регулярно это не значит, чтобы прям каждый месяц. Все-таки мы настаиваем на том, чтобы не было у нас залежи продукции, то мы берем по мере необходимости. Но все-таки регулярный потребитель, ну, хотя бы раз в 2 месяца. Но я все-таки, я все-таки, вот лично моя позиция потребитель это то, что ежемесячно, что-то потребляет, иначе зачем? Значит, еще раз обращаю ваше внимание на то, что расчетов, по численности цены продукта без инвест. Это важно, потому что, когда вы начинаете делать расчеты, вы не попадаете в те цифры, которые вам обещала компания. То есть иногда мне говорят, что у меня уже должна быть скидка 27%, я все-таки считала, у меня 27% не получилось. Так вот, тогда вы оформляете заказ в личном кабинете. Я думаю, что каждый из вас уже оформлял самостоятельно этот заказ. То есть вы, как только вы его оформили, нажали кнопку «Добавить в корзину», нажали кнопку «Купить», и вот это вот самая первая страничка, на которой вы получаете первый перечень ваших покупок, и справа у вас такой небольшой киточек, где написано, что «Общая сумма покупки», и дальше написано «Сумма без НДС». Вот от этой цифры ведутся все расчеты. Вот эта цифра без НДС, вот от нее вы считаете, минус все ваши проценты. И тогда вы будете попадать во все цифры, в которые нужно попасть по маркетинг-плану. Конкретно маркетинг-план компании «РСАК» относится к классическому типу. Ну, для того, чтобы понимать разницу, существует несколько видов маркетинг-планов. Есть бинарный, есть матричный, есть классический. Классический – это самый живучий маркетинг-план и самый длинный маркетинг-план. Это первый маркетинг-план, который предложила нам первая сетевая компания «Витамины Калифорнии». И мы называем его, как я уже говорила, «Сулкенчина отходной», а в народе его называют «Солнышем». Потому что мы можем схему, условно говоря, начерпить с вами такую схему себя посерединке, и дальше нарисовать эти лучики первая линия, вторая, третья. То есть не обязательно это рисовать в виде пирамиды. И вот это «Солнышко» как раз появилось тогда, когда все эти компании стали ассоциировать с пирамидами, и для того, чтобы не возникало подобных таких ассоциаций, стали рисовать «Солнышко». «Солнышко» совсем на пирамиды уже не похоже. То есть смысл тот же, но картинка выглядит немножко по-другому. Но, тем не менее, объяснять маркетинг-план гораздо удобнее, когда рисуется вот такая вот пирамида, о которой мы привыкли. Как я уже говорила, критико партнеров нашей первой линии не ограничивается, в отличие от бинара. Кто-то может еще сказать, что бинары бывают, там еще бадро схемы бывают. Это все уже равновидности бинарного маркетинга. У нас с вами не ограниченное количество партнеров первой линии. Этим мы существенно встречаемся от бинаров. И вот я бы поспорила, очень сильно поспорила с тем, что бинарные маркетинги называют своим преимуществом то, что приходится строить всего лишь две веточки, и прямо в каждой веточке людям там заинтересованы друг другу. И там друг другу помогают, и такие они все дружные, и это чему там способствует бурдный рост, или еще чему-то. Мне почему-то кажется, что это все не соответствует. Действительно, я слышала, есть такой середик, он действующий середик, он одно время был бизнес-тренером у стихов, это Сергей Северский, и он, по-моему, очень там здорово обозвал как раз вот этот момент в генаре, что я считаю это не преимуществом генара, а считаю нечто похожее на родственные половые связи. Ну, это вот такое грубое сравнение, но я с ним очень-очень согласна в этом плане, что когда людей переливами насильно ставят друг под друга, а люди друг друга знать не знают, то не возникает у них никакого желания на самом деле друг другу помогать, ничего из этого не возникает, ну, как показала практика, то есть у меня был опыт в генаре, дважды у меня был, оба рады, я что-то заработала, но развитие в генаре, вот я, например, его просто не представляю, я считаю, что это либо должно быть какое-то вот прямо отказение для того, чтобы развиваться в генаре, ну, либо должна быть жесткая мотивация, если в компании это отсутствует, то мало кто в такой компании разовьется благодаря маркетинг-плану именно бинарному, то есть мне кажется, а это мое мнение, что классический маркетинг-план, во-первых, он дает возможность также неограниченного заработка, но гораздо большему количеству людей, и здесь нет таких случайностей, как в генаре, то есть невозможно здесь вот этот совсем элемент халявы получить награду от спонсоров, ну и мне кажется, что это как-то более ценностей, эти маркетинг-планы более ценны, считаю более честным, но и здесь каждый зарабатывает меру своей вовлеченности, то есть вот насколько вы в это вовлечены, насколько вы здесь в бизнесе на 100%, не на 100%, вы сюда подработаете, вы сюда заработаете, то есть что вы делаете для того, чтобы заработать или заработать, или может быть вы рассчитываете на какой-то пассив в дальнейшем, по мере ваших действий, которые вы делаете ежедневно, а может быть еженедельно, а может быть регулярно, а может быть от случая к случаю, и зависит размер нашего бонуса, то есть ну вот все по чему, как поработали, так и по локали. Ранг, карьера, квалификация, это ступенька макетинг-плана, которая зависит под фактического ступного товарооборота и определяет способ начисления комиссионного возрождения. То есть у нас с вами есть карьерный рост. Регистрация компании бесплатная, я же делаю тоже очень привлекательным нашу компанию, не только для сетевиков, но и для тех, кто никогда не был в сетевом бизнесе. Это делает также привлекательным нашу компанию для таких двух категорий людей, как пенсионеры и студенты, которых больших средств нет, а как вы знаете, сейчас очень много таристирует компания, вход в которую стоит порядка от 30 тысяч рублей и выше. Скорее всего, что ни студенты, ни пенсионеры такой вход не покаманут. Вход в компании универсак абсолютно доступен любой категории людей. Активировать личный кабинет можно разместить по первой базе на два балла и более. И каждому активированному партнеру доступен розничный бонус. Это доход от продажи товара в розницу. Он составляет от 25 до 100%. То есть розничный бонус это то, что мы с вами можем сработать на продажах от продукции. Этот бонус может получать даже тот человек, который не находится в бизнес-партнере, который просто потребитель. Тем не менее, у него есть возможность приобретать продукцию компании со скидкой и реализовать ее розницу. Основная часть макетинг-плана выглядит вот так. Это 5 ступенек 10%. Смотрим на картинку. Первый ранг у нас это 10%, 15%, 21%, 27% и 33%. Ранги имеют название консультант первой ступени, консультант второй ступени, ведущий консультант, помощник лидера и лидер собственно. Значит, здесь хочу сказать следующее, что для того, чтобы попасть на самую высокую ступеньку основной части маркетинг-плана, нужно сделать на самом деле не какие-то неглобальные действия для сетевого бизнеса, потому что для того, чтобы закрыть первую лидерскую ступень в любом классическом маркетинг-плане, это уже, наверное, порядка 20 лет, есть такая тенденция, раньше у нас доллар стоил 30 рублей, и вот этой суммы все компании писали, то есть 300 тысяч товарооборота ежемесячного во многих компаниях были вот той самой первой лидерской квалификационной ступенькой, и многие на этом уровне и остались, но с учетом того, что доллар слегка поднялся с тех пор, вот эти цифры у кого-то остались на том же уровне, а у кого-то существенно завышены, так вот, чтобы вы понимали, что такое лидер в компании Ирсак, это товарооборот 185 тысяч рублей, сделанный за два месяца работы, то есть вам навсегда отдают 33% скидки на личное потребление, вернее, дополнительные скидки на личное потребление продукции, и 33% вы получаете от разницы между партнерами своей структуры, это очень много и это очень круто, и я все время сравниваю с компанией Тианды, где для того, чтобы выйти на 33%, вам необходимо выполнить товарооборот рубинового директора, который представляет, то есть рубиновый директор, это 4 миллиона рублей товарооборота на сегодняшний день, и вы получаете 33%, причем, если в следующем месяце вы не сделали 4 миллиона, сделали 3 миллиона 987 тысяч рублей, то вы получите уже не 33%, а 32%. То есть для того, чтобы получать 33%, вам необходимо этот ранг выполнять ежемесячно. У нас один раз сделали и все, не получили 33%, тоже считаю, это не совсем справедливо по отношению к лидеру, к вышестостриящему лидеру, который все-таки рассчитывает на то, что его структуры будут активными, как минимум будут удерживать тот товарооборот, на который лидер претендует, так скажем, для того, чтобы не потерять свои честно заработанные, то хотелось бы, чтобы каждый из партнеров эти ранги все-таки подтверждал, а не сделал ради того, чтобы эти 33% получить и больше ничего не делать. Поэтому вот это тоже такой с одной стороны плюс, с другой стороны для меня, я все время против халявы, это такой халявный линк, но опять-таки пусть будет, потому что нам нужно на что-то заманивать уже состоявшихся веков, вернее, даже не состоявшихся, знаете, каких нам уже сетевиков. Вот есть такие сетевики, которые материальную часть, матчасть по сетевому знают очень хорошо, но до сих пор не смогли реализации ни одной сего компании, ну, по каким-то там определенным причинам. Может быть, не было спонсора грамотного, может быть, маркетинг-план не сильно там был таким, чтобы человек с нуля мог бы кое-что-то там зарабатывать, ну, хотя бы даже, ну, по секрету, да, так всему свету, что 20 тысяч рублей на сегодняшний день для сетевика, это прямо офигеть, какие большие деньги, потому что, когда ходишь навстречу с сетевиками, ты реально понимаешь, что большинство из тех людей, с которыми ты встречаешься, даже 20 тысяч не зарабатывают, несмотря на то, что в сетевом 15 лет, в сетевом 15 лет денег не было и нет, шутила моя спонсорка. На каждой ступеньке маркетинг-плана есть два вида дохода, это возврат с личных покупок, что такое возврат с личных покупок, вы вышли на примерно процент, на 21%, и оформляете свой личный заказ, что-то приобретаете для себя, при этом компания делает вам скидку в размере до скидки одного процента, еще раз заостряю внимание на том, что не входит в расчет НДС, то есть минус 21%, и компания вам его высчитывает моментально, и вы этот бонус не ждете, как во всех остальных сетевых компаниях с классическим маркетинг-планом. То есть вы не ждете следующего месяца, когда вам там сделают все расчеты, и вам вот эту разницу, вернее, вот этот бонус вам выдадут. Вот этот бонус вам возвращают моментально при оплате вашего заказа. То есть это тоже замечательно, но допустим, вчера у нас Люба из советского делала заказ, заказ у нее получился почти на 16 тысяч, и где-то 2600 у нее получилась личная скидка, которую сразу же у нее вычли из этой суммы, и она заплатила за свой заказ на 2600 меньше. допустим, допустим, еще подарок получил, получил, что Люба у нас продавец, поэтому может посчитать, сколько Люба зарабатывает с каждого заказа. Еще на подарках, продажи подарков. И второй вид доходит разница от скидок личных партнеров и партнеров квалифицированных веток. Ну, здесь для того, чтобы понимать, давайте посмотрим вот на эту схему, допустим, вы находитесь на ступеньке 27%, то есть два мощных лидера. И у вас в первой линии есть партнер, у которого 21%, есть партнер, у которого ранг 15%, есть партнеры, а таких много, потому что мы сами с вами регистрируем, и наши партнеры получают 10%, то есть таких у вас где много. Так вот, вы будете получать разницу от скидок вот этих партнеров. То есть, например, вы на 27%, всех партнеров, которые у вас на 1% вы будете получать 6% от структуры, от товарооборот и структуры, от партнеров, которые у вас на уровне 15%, вы будете получать 12%. То есть вот, понимаете, там где я иду, то есть под каждой квалификацией цифры расписаны. То есть 27 процентов, 6 процентов, 21 процентов, 12 процентов, 15 процентов. Видите, да? Особенности начисления бонусов в основной части маркетинг-плана, которые я, может быть, уже сказала, а может быть, еще и нет. Значит, разница скид покупок партнеров в структуре начисляется сразу при активации оплаченных заказов. То есть, как только заказ активирован, то вы можете в своем личном кабинете увидеть, сколько компаний я начислила вам с конкретного заказа конкретного партнера. Есть специальная клавиша, и я вам потом вот сюда в этот маркетинг-план вставлю. Вот чего мне здесь не хватает. То есть нам с вами нужно будет потом еще по кабинету полазить и посмотреть, как все это выглядит. Значит, следующая особенность, это если по какой-либо причине вы не выполнили условия вашей личной активности. То есть вы никого не пригласили, ничего не купили, а ваша структура все три месяца работала. Ваши бонусы продолжают начисляться, они не сгорают, но будут выплачены вам тот момент, когда вы решите, что вы будете продолжать бизнес в компании РСАК. И вам для того, чтобы получить все свои начисленные, необходимо будет выполнить личную активность удвоенную. То есть если вы находитесь в ранге лидер, то вам необходимо будет сделать не 5 баллов, а 10. Если вы находитесь в ранге ведущий, не помощник лидера, то вам нужно будет сделать 8 баллов. Если вы ведущий специалист, ведущий конкретант, вам нужно будет делать 6 баллов, ну и так далее. То есть вам нужно будет выполнить личную активность. Причем любым способом вы можете либо приобрести продукцию, как вы знаете, либо вы можете пригласить партнера. Так, видимо об этом где-то будет чуть позже. И еще одна особенность заключается в том, что достигнутая вами отнашивающая квалификация уже никогда не понижается. Личная активность бизнес-партнера. У нас есть два варианта выполнения личной активности. Это личное приобретение продукции на сумму баллов, соответствующую квалификации. Если мы на 10%, то нам нужно выполнить 1 балл, что приобрести на 1 балл. Если мы на 15%, то 2, на 2, на 2, на 2, на 3, на 3, на 3, на 3, на 3, на 3, на 5 баллов. Либо второй вариант – это личное приглашение бизнес-партнера. А вот теперь, значит, внимание, я этого не знала. Ну и, наверное, лучше бы я этого не знала, потому что меня, в принципе, устраивал тот вариант, к которому мы привыкли. Так вот, один бизнес-партнер, бизнес-партнер компании «РСАК» считает бизнес-партнером того человека, который сделал личную активность на 2 балла, а не так, как мы с вами говорим, на 4. Несмотря на то, что все-таки на 2 балла у него не все привилегии есть. Поэтому я все-таки все равно настаиваю на том, что полноценный бизнес-партнер – это тот, кто делает личную активность на 4 балла. Мне кажется, что компания здесь просто либо что-то умалчивает, либо что-то не договаривает с таким умыслом. Поэтому, если по-честному, то бизнес-партнер – это все-таки 4 балла. Но тем не менее, даже если зарегистрировали человека, партнера на 2 балла, то вам компания дает тоже 2 балла личной активности. И в дальнейшем, независимо от того, на какую сумму баллов ваш новичок зарегистрировался, то есть 2 ли это балла, 3 ли это балла, 4, 5, 6, хоть 10, хоть 15, вам в личную копилку пойдет только 2. Но начинается это с 2 баллов. То есть ваш новичок что-то приобрел на 2 балла, вам в копилку тоже пошло 2 балла. То есть вы можете 5 баллов каким образом набрать? Можете пригласить 2 новичков, каждый из которых вам дает по 2 балла, и что-то взять себе на 1 балл. Получилось 5. Далее, следующая часть маркетинговых планов называется лидерская. Она существует для того, чтобы поощрять лидеров. Лидером у нас считается тот партнер, в чьей структуре появился хотя бы один лидер. Структура вашего лидера, как я уже говорила, отделяется от вашего структурного товарооборота, поэтому наш лидерский план еще раз ступенчато отходной. И комиссионные начисляются в соответствии с лидерской частью. То есть все, что связано с товарооборотом этого человека, начисляется по лидерской части маркетинговых планов. Все остальное начисляется по основной части маркетинговых планов. Далее, эта часть маркетинговых планов награждает за делившиеся группы лидеров первого, второго и третьего поколения. То есть далее, далее пока еще выплат не предусмотрено, но что хорошего, то поколения не ограничены у нас уровни. И на самом деле уровней у нас будет и есть очень много. В глубину вообще-то количество оплачиваемых уровней не ограничено. И это очень круто, потому что, опять-таки, перекладывая этот маркетинг-план на тот, который я знаю так же хорошо, как и этот, на маркетинг-план компании Тянды, мне, как рубиновому директору, платили за товарооборот моих директоров только с пяти уровней. Никаких поколений там не было, никакой глубины и бесконечности не было, только пять уровней. А уровней у меня, на секундочку, было порядка двадцати с лишним. То есть вот все, что было ниже пятого уровня, мне просто компания не оплачивала. Деньги шли на развитие компании. Ну, для компании, может быть, это и хорошо, но в компании РСАК за тот же самый товарооборот, за ту самую работу я бы получала больше, чем Тянды. Таких лидерских групп может быть несколько. Все они будут оплачиваться согласно лидерской части маркетинг-плана. И условия начисления. Вот здесь тоже нужно быть очень внимательным. Если вы закрываете ранг лидера одновременно с каким-то вашим партнером, ну, неважно там, в каком он у вас находится, на какой линии, если вы закрываете в один месяц, то вам необходимо в течение квалификационного периода выполнить боковой товарооборот. А что такое боковой товарооборот? То есть вот структура лидера от вас отделилась, все остальное, включая вашу личную активность, то есть ваша личная активность и плюс все остальные, вы должны сделать в течение квалификационного периода, то есть в течение двух месяцев, вы должны делать 50 баллов. Если вы это не делаете, то вот в этом случае ваш лидер от вас отходит, вы теряете квалификацию лидера, вы становитесь помощником лидера, то есть у вас нет 33%, у вас будет только 27%. Естественно, что вам не будет оплачиваться за структуру, за товарооборот этого лидера до тех пор, пока вы не выполните в один из месяцев боковой вот этот товарооборот. То есть если вы не сделали в течение квалификационного периода, то в следующем месяце вам необходимо уже без его учета, то есть считайте, что его у вас нет, и заново все начинаете, то есть выстраиваете товарооборот в 50 баллов, всего лишь 50 баллов, так как платься не надо. То есть ваш лидер за это время делал 200 баллов, а вам нужно всего 60. Как только вы это условие выполняете, вы подбираете этого лидера, и вам начинают выплату за работу его структуры. В дальнейшем для того, чтобы вам выплачивали с товарооборота вот таких вот лидеров, которые активнее, чем вы, да, если, допустим, у вас всего лишь один такой лидер, в дальнейшем вам нужно просто поддерживать свою личную активность, а вы как лидер должны делать 5 баллов. И боковой структурный товарооборот у вас должен быть 15 баллов, включая эти 5, то есть 5 баллов ваши личные и 10 баллов и еще какие-то ваши дополнительные партнеры. Но это уж совсем-совсем халява, потому что, опять-таки, если мы берем маркетинг-план Тианде, то для того, чтобы мне получать с моих лидеров, я боком должна делать, ну, там тоже достаточно лояльные условия, касаемо вот этой части маркетинг-плана, я должна делать хотя бы 25% товарооборота, в общем, соотношение должно быть 25 к 75, хотя бы 25% должна делать я боком. Ну и как, таким образом делаются у нас начисления лидерские? Если у нас с вами, если я в рамке лидера, и под мной находится либо один, либо два, либо три, либо четыре лидера, то, как мы с вами уже говорили о группах лидеров первого поколения, я получаю 6% с группы лидера первого поколения. То есть это не с первой линии 6%, это со всей группы. Вот у меня один лидер. Так, оплатываем время назад, я и под мной лидер Вячеслава, и его структура в 200 баллов. Так вот, со всей его структуры в 200 баллов мне компания выплачивает 6, не с первой линии. Группа лидера второго поколения, под Вячеславом, Андреем, и с Андреем, вот мне начисляют 4% под Андреем Валентина, и мне с Валентиной начисляют 2%. Теперь смотрите, чем отличается маркетинг-план нормальной севой компании от пирамиды, от финансовой пирамиды. Когда начинаются выплаты, когда начинаются выплаты, то те люди, которые находятся внизу, которые пришли последними в финансовую пирамиду, они как бы дают заплату тем, кто пришел раньше. То есть и сначала, сначала получают верхи, потом те, кто пришел за ними, потом те, кто пришел за ними. То есть в финансовой пирамиде деньги начисляются с верхушки. А вот в маркетинг-планах сетевых компаний, сетевых компаний, деньги начинают начисляться снизу. То есть сначала с Валентининой группой мне начисляют 2%, затем с Андрея, с группы Андрея, без Валентины, мне начисляют 4%. Потом с группы Ильич и Слава, без группы Андрея и Валентины, мне начисляют 6% и так далее. И точно так же по маркетинг-плану. То есть сначала начисляют тем, кто находится на первой ступеньке, затем производится начисление тем, кто находится на второй ступеньке, затем, кто находится на третьей, затем, кто на четвертой, ну а тем, кто находится на пятой, это все, что останется от того, что заработали первая, вторая, третья, четвертая ступенька. Далее, после ранга лидера у нас идут такие ранги, которые во многих сетевых компаниях назвали бы уже такими директорскими, то есть это бронзовый лидер, серебряный лидер, золотой лидер и платиновый лидер. Я хочу сказать, что думаю, что это еще не окончательная таблица маркетинг-плана, потому что платиновый лидер это что-то не такой уж большой товарооборот на самом деле, то есть это даже не товарооборот, но для нового директора, поэтому я думаю, что будут еще какие-то разновидности в ступеньках маркетинг-плана лидерской части. Какой бронзовый лидер? Бронзовый лидер это тот, у кого в первой линии появилось 5 лидеров. Серебряный лидер это тот, у кого 10 лидеров в первой линии, золотой лидер это тот, у кого 15 лидеров в первой линии, платиновый у кого 25. Ну и схема расчета та же самая, как у лидера, только проценты выплаты немножко другие. Бронзового лидера с группы лидера первого поколения платят 7%, группы лидера второго поколения 5%, с группы лидера третьего поколения 2%. Ну и далее по схеме. Теперь давайте о цифрах. Лидер, лидер. Ну, если такой кривенький лидер, у него под ним, тот лидер, который под ним есть, он составляет большую часть его структурного товарооборота, то это зарплата 20 тысяч. Если лидер такой ровненький, не кривенький, если все-таки его структурный товарооборот превышает товарооборот основного лидера, то это зарплата 30 тысяч рублей. То есть от 20 до 30 тысяч рублей составляет бонус лидера. Бронзовый лидер у нас зарабатывает 100 тысяч рублей и более. Ну и далее просто можно умножать эти цифры, которые мы с вами имеем. То есть 100, 100. То есть платиновый лидер. Итого, платиновый лидер это человек с зарплатой 300 тысяч рублей. Пусть даже хромые корявые, но 300 тысяч рублей это будет. Далее, на этом маркетинг-план не заканчивается. Это тоже вот такая вот есть вкусняшка, есть такая замануха для сетевиков в основном, опять-таки для ищущих сетевиков, не для тех, у кого там все хорошо в своей компании. Эта директорская часть маркетинг-плана заключается в том, что под директора, начиная с ранга бронзовый лидер, только только у вас появляется 5 лидеров первой линии, 5 лидеров, начиная с бронзового лидера, компания рассматривает кандидатуру на, так скажем, на пост регионального директора бюро. Президент компании говорит о том, что изначально они планировали, что в России должно быть не менее 100 бюро, теперь ограничений нет. Он говорит, для нас чем больше будет таких бюро, тем лучше. На сегодняшний день таких бюро только одно открыто, одно под конкретного человека. Это человек, который первый в России закрыл ранг бронзового директора, это Лена Коротич. При всем при этом можно расслабиться, Лена нам не конкурентна, по одной простой причине, что 80% ее структуры это Украина, потому как она не так давно переехала с Украины в Москву. И можно сказать, что это такой директор, директор в России, у которого 20% структуры находится не в России. У нее часть структуры в Украине, и плюсом вот та германкая большая веточка, это тоже девочки ее структуры. Далее, директор бюро, это структурный товарооборот, при этом ваш должен быть, бронзовый директор имеет структурный товарооборот порядка миллиона рублей. Так вот, структурный товарооборот необходимо увеличить. Я так думаю, что он должен быть как минимум 2 миллиона рублей, и тогда компания вашу кандидатуру рассматривает на пост директора регионального бюро. Что это значит? Это значит, что компания вам оплачивает 6% до бесконечности за каждый заказ, проходящий через ваше бюро. Независимо от того, кто этот заказ сделал, имеет ли отношение данный партнер к вашей структуре или не имеет. То есть вы получаете 6% с каждого заказа, но здесь есть такая хитрость. Хитрость заключается в том, что человек, который участвует в детской части маркетинг-плана и сам, больше не участвует ни в одной другой части маркетинг-плана. Ну, потому что 6% с 2 миллионов – это уже нормальные такие циклы, и при всем при этом в само бюро вкладываться вам нет необходимости, потому как компания оплачивает аренду в помещении, и компания дает средства на выплату зарплаты трем сотрудникам. Ну, это и ваши помощники, может быть, они вам нужны будут для того, чтобы собирать заказы и отправлять их по годам, ну, либо это должен быть какой-то менеджер. Ну, я думаю, скорее всего, что помощники вам понадобятся для отправки именно готовых заказов в различные точки нашей необъятной страны. Региональный директор – это следующая ступенька директорской части маркетинг-плана, это 5 директоров бюро в регионах в вашей структуре, и вы получаете 2% от их товарооборота. И высший региональный директор – это под вами должен вырасти один, всего один региональный директор. Вот здесь я не услышала процент, но так подозреваю, что он должен соответствовать одному проценту от товарооборота, пока не написала слайд, потому что могу ошибаться, но думаю, что это будет 2%. Кроме того, действует поощрительная система лояльности в РЦАК, там сгурацию сразу написала, поощрительная и лояльная – это одно и то же. Значит, действует система лояльности для потребителей компании РЦАК. Значит, при заказе от 2 балла каждый партнер компании получает подарки, при заказе на 2 балла 1 подарок, при заказе на 4 балла 3 подарка и может быть более. Подарки выдаются партнерам из предложенного списка, список обновляется каждые 2 недели, 2 раза в месяц проводится акция на дополнительный подарок, и при оформлении заказа в день рождения подарок от компании определяется компанией. Дополнительный подарок. Даже если у вас день рождения совпадет с максимальной акцией 4,6, то у вас будет один подарок больше, чем у всех. Это предложение действует только тогда, когда вы оформляете заказ именно и непосредственно в день своего рождения. Не за один дом, не после того, как через день, и не через два, а именно в день рождения. Ну, и того мы с вами получили. Виды доходов в РЦАК, доход среднечных продаж, как мы с вами уже установили, от 23% до 100. Это бонус за личные продажи, которые нам компания выплачивает разу, и мы их видим и учитываем при оплате наших заказов. Это бонус для кого-то товарооборот, это лидерский бонус, это директорский бонус, это бонус регионального директора, и бонус высшего регионального директора. Выбирайте, какая им ступень вам больше нравится, и вперед. Формула успеха в компании РЦАК, она совпадает с формулой успеха любой компании, которая использует для расчета классическую систему маркетинг-плана, и выглядит она таким образом. Ширина, умноженная на глубину, умноженная на географию. Что такое география? Это захват региона. Чем шире география, чем больше партнеров у вас, желательно, лидерских веток, проживающих в отличных от вашего региона, тем больше шаг вашего бизнеса. Ширина, ширина. Вот некоторые спрашивают, нужно ли приглашать много партнеров в первую линию? По классическому маркетинг-плану нужно, потому что чем шире ваша ширина, тем выше размер вашего дохода, потому что всегда с неквалифицированных ваших партнеров вы получаете самые большие деньги. Допустим, вам пришли люди, которые всегда будут потребителями, и всегда останутся на этих 10% и больше не захотят расти по карьерной лестнице. То есть из-за каждого их заказа вы всегда будете получать свои максимальные проценты. Те люди, которые будут находиться у вас в глубине, разницу с их процентом будут получать их спонсоры. Понятно, почему ширина определяет размеры вашего дохода? Потому что основная часть денег и самых больших денег, она как раз вот кроется в вашей первой линии, в размещении заказов партнеров в вашей первой линии. Неквалифицированных или квалифицированных на самые низшие ступеньки. Глубина нам дает стабильность карьеры. Что значит глубина? Глубина – это значит, что в нашей структуре появились люди, у которых совпадают личные ценности и какие-то цели с нашими, которые тоже пришли в компанию «Версак». Не для того, чтобы бороться с верхами прыщами, пылью, грязью и пятнами, которые тоже пришли зарабатывать деньги. И глубина, поэтому глубина нам дает стабильность карьеры. Именно благодаря вот этим людям мы рассчитываем, то есть эти люди делают наш бизнес надежный, то есть мы точно знаем, что он будет стремиться к тому, чтобы достичь определенного ранга, это будет к этому стремиться, это к этому. Значит, я могу свои планы уже писать в соответствии с тем, что я могу рассчитывать на каких-то своих квалифицированных уже партнеров, на каких-то своих лидеров. Ну и гарантия нам дает долгосрочность, то есть чем больше у нас городов задействовано, тем долгосрочнее наш бизнес, ну и обстоятельства бывают всякие. Поэтому в какой-то период, ну так это бывает, это вот уже практика подтвердена, что в какой-то период выстреливает какой-то определенный регион, потом этот регион падает, выстреливает другой регион. И как-то не бывает такого, чтобы все работало вот так вот ровно, поэтому желательно делать упор на то, чтобы расширять географию. Это обеспечит вам долгосрочность и обеспечит вам вот тот самый пассивный доход, ну на который мы все-таки с вами рассчитываем. Есть такая шутка, и она у всех компаний звучит по-разному, но наша компания, она будет звучать так, ты можешь платье не быть, но лидером ты быть обязан. То есть лидер – это человек, который получает максимальную скидку на размещение собственного заказа и получает максимальную скидку на работу со своими партнерами, то есть на размещение заказов своими партнерами в структуре. Я думаю, что может быть действительно не все мы карьеристы, не все мы хотим там бюро открывать, вестерами мы не все хотим быть, но лидер – это вот та ступенька, которая дает нам максимальные выгоды, дальше как просто вот для потребителя с небольшой структурой, потому что лидер – это всего лишь 50 рублей в структуре. Если мы с вами пришли сюда всерьез надолго, то за год, за год таких вот каких-то даже не сильно активных действий, это тому рассказал про бану, этому рассказал еще про какой-то продукт, то есть 50 человек за год структуру, ну, рать можно и закрыть в виде стиран, за год может практически любой. Ну, у кого есть какое-то желание, какое-то желание получить максимум от того, что мы с вами пришли в компанию за, то есть если я попадаю в какую-то компанию, моя первоочередная задача всегда заключается в том, какие действия я должна выполнять, что я должна делать для того, чтобы продукция компании обходилась мне бесплатно. Для того, чтобы в компании РФАК продукция обходилась вам бесплатно, вам нужно закрыть ранг 21%, и вам ваши заказы будут покупаться. И даже чуточка еще будет на чулочке, на сумочке, еще на что-то, на что захочется. То есть стремиться нужно до начала к 21%, но и конечная цель любого не сильно амбициозного партнера – это лидер. Слушаешь, каких сетевиков с богатым опытом, да, все говорят про одно и то же, что суть сетевого маркетинга, компания, которая выполняет расчеты при помощи классического маркетинг-плана заключается в том, чтобы выполнить программу «Минимум». То есть программа «Минимум» для нас с вами – это привести в бизнес 5 партнеров, обучить их и довести каждого из них до лидерского рамка. Программа «Максимум» для стивика профессионала – это повторить этот путь еще 4 раза. То есть согласно нашему с вами маркетинг-плану, когда мы с вами привели 5 бизнес-партнеров, бизнес-партнеров, то есть не 5 потребителей, а 5 бизнес-партнеров. Когда мы их научили каждого из лидеров, мы закрыли блоки. Ну и когда мы с вами вырастили, вернее, повторили этот путь еще 4 раза, мы с вами закрыли блоки. То есть вообще, если бы второй момент, то есть мы уже говорили, что есть такой момент непонимания перспективы любого маркетинг-плана в своей компании, то есть еще такой момент непонимания самой сути, о чем мы тут делаем. Ну, во чем мы тут делаем? Мы тут сетевиков просто выращиваем, обучаем, рассказываем, показываем своим личным примером и опытом, как стать успешнее, как изменить свою жизнь. Знаете, как это на практике происходит, когда человек получает самые-самые первые дополнительные деньги сетевого. Ну, в моих глазах, например, это было, когда человек мне звонил и говорит, слушай, впервые в жизни смогла себе панкволить, купить красную игру. И потом, значит, это происходило уже таким образом, что, знаешь, я уже третий год всей семьей отдыхаю, ну, где-то там, каждый раз она там по-разному отдыхала. То есть это было круто, потому что она каждый раз возвращалась в поездок, благодарила, что, блин, классно, что ты позвала. Хотя расправлялась она очень долго, но вот ради этого, понимаете, вот если по бизнесу брали по то, чтобы кто-то потом, кто-то потом что-то изменил в своей жизни, почувствовал себя чуточку счастливее, чтобы жизнь у нее была более интересная, может быть, дополнительная цель, она заключается вот в этом. И я думаю, что вот те стивики, которые уже дошли до того, что вырастили одного лидера, второго, третьего, четвертого, пятого, которые уже на поток поставили выращивание вот этих лидеров, я понимаю, от чего они сейчас получают капитал. И это не за то, что они кого-то научили пользоваться каким-то продуктом, это не за то, что они кого-то привели в компании. Это совершенно другие вещи, и это уже совершенно другие деньги. Ну и не знание маркетинга освобождает нас от денег. Никогда не ждите благодарности от партнеров, потому что их благодарность приходит к вам в виде чеков, и это факт. Рост по карьерной лестнице равен сумме профессиональных навыков, и это факт. И успех измеряется в количестве людей, которых вы сделали счастливыми, и это тоже факт.